ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 И именно он и написал Есть такое в предании Далее У него хорошее отношение Он не оружием побеждал, как Давид А словом, делом И царь расположился И пленников отпустил на свободу И он вывел народ Окрестные народы пришли Мы тоже вкладываем деньги С нами мы вам дороги будем помогать строить Он говорит, никто не будет строить Только народ Божий Ну тогда мы вам устроим здесь И им приходилось работать В одной руке мастерой держать А в другой винтовку, автомат Ну, по-другому называлось копье Написали царю А они кляузу за кляузой Они хотят отделиться от твоей империи Царь расследовал, ничего этого нет Далее Они с другом двое были, не имея И эти вопросы трудно решаются Трудно-трудно Но особенно трудно, когда уже семья сформировалась В плену Они женились Не соблюдая правила Чтобы святое семя Израиля было с израильтянами Жены, говорят, их Были язычницы наполовину Дети говорили так и так Ну, то есть, картавили по-своему И они поставили задачу Сделать развод Во всей стране Одновременно Вы понимаете Одного человека разделить, и тот трудно Они любят друг друга Любят, не любят, вопрос не стоял Она не еврейка Да к нашему богу не тяготеет Отрезать И провезли всеобщий развод во всей стране Это один раз за мировую историю только было И это сделал, опять же, Ездра Они вкупе с ним делали Люди нарушали субботу Он сказал, не торговать Они тогда в пятницу Отовсюду товары свозили и ждали Как только дверь открывали, они первое Он узнал, я их бил и сказал Еще раз придете сюда, ночевать будете Отберу товары, арестую Больше не стали приходить Я бил их, говорит, этих мужей, князей Рвал им волосы Церковь его не осуждает за это Он нигде-то воевал, не убивал Это все сделал Ездра И ни одного Ездра нельзя назвать По милости Божией Мы поговорили Батюшка сломал этот старообрядческий стереотип Почему старообрядческий? А потому что, когда канонизировали Тогда не было ни каньян Тогда было только то старообрядчество Еще, которое в России не было Там еще, в самом зачатке Они его не приняли в святые Почему? У него три книги в Библии Он спас народ Отстроил стену Стену от врагов То есть, что по одному делали кто-то Он все один делал То есть, как бы ему Бог это поручил И его нету святых Святых, кого канонизировали в Ветхом Завете Они буквально в крови были Давид хотел только храм построить Бог говорит, руки твои полной крови Ты много крови пролил Не ты построишь За ним ничего нигде не было И ни одного Ездра нигде нету То есть, память стер И ни одного храма моего Ездра У нас первые Ездра И главное, оттуда Кто у тебя отец-то? Туркмен Туркмен, а мать? Туркмен Туркмен? Наполовину татарка Наполовину татарка Понятно как? Как-то ближе там к югу Наш, я к чему спрашиваю Это еще ближе нам делается Он уезжает сегодня И это не просто так У них очень строго Когда человек Переходит в христианство или где-то Очень строго То есть, грозят смертью Ему, чтобы Господь Продлил жизнь и сохранил Я со своей стороны Как мог Вооружил его тяжелой артиллерией Легкой Все до одной книги везет Ездра Другого имени вам Даже его имя Там было в язычестве Не надо вспоминать Он сегодня уезжает Хотите ему дать наказ Какое пожелание? Пожалуйста Мужество ему Крепости, вере Может, вопросы хотите задать Он уедет И Бог знает Что дальше будет Мы познакомились в интернете Скажи кратко им Как ты узнал про наш ресурс? Случайно относился в ютубе Где вы разговаривали С Александром Калининым Как вы его обличали Как наставляли жить По слову Божьего Я сразу Калинин, который Возглавил общество За Святую Русь Когда фильм Матильда пошел Про царя Что царь Любовницу имел Матильду То другое И он С батюшкой нашим Встречался У парализован Но батюшка это не знал Как образовать общину Чтобы деньги были Какие-то Но я с первого дня Он, я, так сказать, обмирал Был мертвый Вроде бы неверующий А теперь вот воскрес Я говорю Ты не иври Никому больше не говори У меня такое Оторжение от него было И он стал гоняться Где мы разговаривали Он согласен был Чтобы стерли это Я просто отошел Не знаю За него заступались Он у баптиста выступал А когда за Мальтиту Арестовали Он убил женщину до этого За кем идти? Подделка документов Он дважды Судимый Или что там где-то Прошло Вот такие И он услышал разговор Наш А я-то его не знаю Он Калинин Александр Вот только стали говорить У меня внутри вот так вот все Это человек чужой Это чужой Я говорю Ты отстань от этого Никому не говори Что ты воскресал Это обман А дальше объявляешься Продолжай дальше Ну Дальше Дальше я вижу В первой мысли Что приходит в голову Вижу две койки С этой стороны Две койки С этой стороны У меня там Пожилой человек Бородов Первая мысль Что приходит Это В тюрьме Наверное Наверное Библиотекарь какой-то Так Так Библию знает Хорошо И все говорит по Слову Божию Это я потом узнаю Что не от себя Все После этого У меня как-то Все больше и больше И больше Я подсел на ролики И натих Подсел Слово Знаете Подсел сейчас На иглу На наркотики У него слово-то какое Ну и что ты узнал Из наших роликов Что истинная Церковь Божия Живет по Слову Божию Чтит Слово Божие Соблюдает Слово Божие Что есть протестанты Еретики Есть Церковь До этого я вообще Об этом не знал Истинная Церковь Это Православные Копты Сирийцы Католики Григория Армяне Интересно Мне один пишет Я сплю Пятидесятник В Америке И вижу Как бы в тумане Вас А я вас никогда не знал Ни в интернете Нигде Я стал искать Говорит И нашел Ну а дальше уже Есть Другой пишет Я лежал Спал Говорит Нормально И говорят Вижу Вы ко мне подходите Как Пнули меня Сапогом своим Говорит Я проснулся И дальше Вы стали со мной Разговаривать До того интересно Я дома сижу А говорят А мы тебя в Америке видели Тот в Германии видел Говорит Пришел А один там на Украине Тоже молился Да еще один здесь Он заведующий кафедры Был в Академгородке Кажется Бивонике Вячеслав Глушенко Так как мне известно И надумал Пчел разводить У монахов Чтобы они залетали Пчелы А где это Там обоза Где лыковы живут Ну а сопка-то наклонна Надо сопку срыть Вот так Я говорит Лежу вот так Кверху Смотрю Лампочки загораются Где это Его мед Наверное Продавать-то будут Где-то И мысль такая Что надо написать И вот дальше Это как случается И он Ну грамотный человек И написал письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву Перестройка И Горбачев отпускает Такие деньги Чуть не вертолетом Бульдозера туда Понагнали Полгоры снесли А он уже чувствует Что-то у него не то Я посылаю к нему Одного священника У нас в лагерь он приехал Тот приехал И мне рассказывает Как Я говорю У него ничего не будет Почему У них нет руководителя А он говорит Я тоже так же Опять же Прошу Бога Молился А служил вместе С отом Геннадием Пастом даже Это И мне видение было Что Бог ему сказал Пока Игнатия с тобой не будет У тебя ничего не получится А вроде хороший Этот мед Будем японскому императору продавать Я говорю Ты сухари суши Что тебе сестра заключение носила Так все и получилось К нему какой-то едет Кто там караулил Не знаю Его находят Повешенным на сосне Ну ясно делал Он опустил руки У него ничего нету Нигде А потом в Богородичный центр Свалился И с него никто не взыскал За эти миллионы Вот как бывает где-то А теперь он Отец Никодим Отец Никодим Видишь Я узнаю только через кого-то Он мне написал Сказал Чтобы я обязательно Его поддержал Я говорю У тебя что делается Все обманно Не это надо делать У Бога надо просить Смирения Исполнение Духом Святым Рождение свыше В этом все Когда человек рожден свыше Вот это плотское Он не будет А я не могу А у меня отец больной А я не могу У меня там дети Кто любит Того Мать Отец больше Отца Не достоин меня Да похоронить только отца Пусть смертельцы Возятся с мертвецами Речь идет не хоронить А докормить Похоронить А тогда идти Нет ничего не будет Есть такой рассказ маленький Он тоже напоминает Один человек Так подумал Я пойду А куда пойду-то не знает В монастырь Ну и дошел до реки Сидит Видит Летят Высоко-высоко Лебеди Такой голос Открыл глаза Старичок рядом А ты куда собрался Да вот говорят Там Соловецкие острова Там Хорошее дело Но Женаты Да нет Замечательно А родители Родители Нет Надо жениться Хозяйка Чтобы была там дома Он вернулся Женился Дети подрастают Пошел второй раз Река-то осталась Он сел перед рекой-то И задумался Я шел Тут остановился Поднял глаза Гуси летят Высоко Но не лебеди Опять старичок Хорошее дело А как у тебя У меня три сына Вот пока еще Вот пока еще лебеди Летят Блудная лихорадка А как вы узнали Я как раз на службе стоял О блуде Думал Блудная лихорадка Трясет твои ноги Зачем ты Зачем ты Вот постоишь Постоишь Маленько И опять Ты задумайся об этом Где твои мысли Блуждают Психологи Это знают А твое малое знание Тебя уводит В полное незнание Не позволяй себе этого Это не один Не один фактор Вот смотри Вот у меня Где-то два парня были Вот этот вот Стоит рядом Ты зачем Левый Вот так вот ноги делал Маленько Погоди Опять Вот так вот Ноги Маленько Погоди Опять ноги Вот так вот Зачем И тот Так же делал Тимоша Зачем делал Он не может сказать А теперь За что ты не залюбил Свою пуговицу Он ее и завернет И щипет И вот так Потом принялся В конце службы После уже Пропывания Вторую пуговицу Мучил Ты ее терзал Просто Как леп Какого-то ягненка Зачем это сделал Лева Пуговица У тебя хорошая Синенькая Зачем А тот Непрерывно Стоял Из пояса С одного Хотел Наверное Четыре сделать И он ее Крутил И вертел Но крепкий Так и не мог Не позволяйте Сколько Вариантов есть Руки Пальцы Чтобы не соединялись У тебя Зачем Я вот сегодня Только стоял И я его снял Этот снимок Пойдет очень далеко Не снимок А в интернете Он непрерывно И опять Опять Зачем Ты раз спроси Зачем В ребенке В ребенке Уже много Заложено От будущего Я вам Рассказываю Не басни Вот здесь Есть дорога Вот эта Вот потеряевская Я здесь Ездил на велосипеде И здесь Ребятишки Выбегали И играли Я дошел До того Что взял Хворостину Они у меня Убегают Не играйте Вас любят Родители Дали песочницу Вам Играйте Только доеду До туда Вон поворот Обернусь Они уже на дороге На дороге Грязь одна И дальше Что ждет А дальше Ждет Ранняя смерть От транспорта Это уже Бог полагал Мне на сердце Гнать их отсюда Я уже трепетал Тогда за них Ну и мало того Меня еще за это И судили Вот твои дети Гоня их Да не мои Но они на дороге Проезжая сейчас Дороги крайно опасно Я видел раздавленных Рядом велосипеды валяются Ну вы знаете О чем я говорю Не считайте Что это не здесь было В другом городе В другом углу Вот так Да благословит Господь Сегодня нас выпросили Чтоб день был выходной Хотя это не праздник Сейчас будем дома решать Куда нам пойти Я советую На Рыжковский пруд сходить Там ягоды есть Так Есть, брат Вот Ты скажи Вот На Рыжковский пруд Знаешь На Рыжковский пруд Вот сюда не сворачивая Пройти дальше Мы там будем Были? Когда? Да В кондакторах Ооо А там и ягоды есть Зеленые Зеленые А видел, что мы нынче Когда перенесли То все сделали 35 метров Канал сделали А как же вы были? Ну мы на плотину не ходили А-а-а Это значит Вы ничего и не знаете И мы столько сделали Главное вот Красное плоти Это Марина Главный труженик был Без нее бы мы не сделали 40-35 метров Только Канал прорыли Там В конце А где прорыв был Глубина 4 метра Наверное И ведрами затаскивали туда Все Мы приходили домой Я Одевший Как был За порог Упал Среди ночи Проснулся Не знаю Где я нахожусь В дребезге И все живые Вот работа где С Богом